насколько полезны все эти умные часы которые отслеживают фазы сна что касается определение общей длительности сна сейчас эти гаджеты достаточно точно с вероятностью 95 процентов отслеживают сколько вы в целом спите и если ваша задача посмотреть за режимом сна человек знаете как существо такое очень странное из пищевым дневником аналогично вот то как поспал человек или покушал сегодня он помнит что было три дня назад он уже практически не помнит а что было неделю назад он рассказывает сказки как ему казалось бы что он там ел и что он там как он там спал и когда с человеком разговариваешь говоришь а как у вас со сном да что-то я не помню вроде хорошо вроде плохо и даже я когда провожу диагностику я обычно рекомендую человеку вести дневник сна как минимум неделю лучше 2 что более-менее точно оценить как он спал потому что вот сегодня как поспал человек он может оценить что хороши трекеры они позволяют посмотреть длительность сна когда человек лег когда человек встал соблюдал ли он режим отсыпался ли он выходные дни просыпался он среди ночи это можно прямо проследить иногда человек потом удивляются боже мой а что вот по 45 часов отсыпался выходные дни да не может такого быть а трекер все это показывает если вы хотите нормализовывать образ сна образ жизни и режим сна до трекеры хороши но что касается оценки структуры глубокие поверхностные трекеры в среднем показывают более-менее точно но у каждого индивидуального человека очень сильно могут ошибаться и поэтому здесь ориентироваться на структуру сна которые показывают трекеры в общем я бы не стал и не стал бы соотносить что вот если мало глубоких стадий это плохо а может быть просто трекер у вас ошибается то есть для оценки режима сна трекеры хороши для постановки прям диагноза оценки там структуры сна пока не очень когда есть необходимость не спать ночью например ночной перелет и ночная поездка на машине как бережнее относиться к своему организму стоит ли спать по 15 минут или лучше все-таки дотерпеть до дома и нормально поспать ну тут смотрите тут про сразу много вопросов если поездка на машине вы как за рулем извините если вы долго будете не спать и будете испытывать сонливость то в конце концов можете заснуть за рулем это тоже как вы понимаете не есть хорошо вообще если какая-то серьезный дефицит сна ну как допустим у женщин которые работа ребеночка родили до мир ну как же так ну вот как есть возможность прислониться к стенке так и спите ну вот такая обычно рекомендация другое дело что если бывает ситуация такая что у вас какая-то сбивка режима а вы понимаете что если вы поспите а потом придете домой там не сможете заснуть то лучше перетерпеть а если у вас такой проблемы нет то как хотите так и спите лишь бы восполнить дефицит сна то есть ничего страшного в этом не надо там думать что нужно как-то добрать сейчас не до спать потом добрать соблюдать режим просто очень хочется пожалуйста спите ничего в этом такого нет но это же какие-то не не всю жизнь вы так живете потом нормализуйте режим и войдете в обычный режим слышал теорию что совы и жаворонки это эволюционный ответ на проблему выживания то есть есть люди которые днем что-то делают а есть совы которые ночью бодрствуют и спасают племя от ночных хищников если какие-нибудь данные на эту тему слушайте но это не напоминает тимофея карманского у меня на моем канале новом есть разбор если это конечно про него просто теми же самыми словами он говорил про то что есть люди которые спасают там племя от хищников да но он там же в этом же видео говорил что храп это когда человек начинает опасаться партнера по кровати он начинает храпеть потому что он воспринимает его как хищника и пытается отпугнуть а если меняется партнер на тот который человек перестает бояться он перестает храпеть ну как бы помягче выразиться про коллегу это не соответствует действительности бывает другая ситуация когда ко мне приходит человек доктор я неделю назад начал очень громко храпеть а что такое ну вот просто раньше не храпела теперь громко храплю я сразу спрашиваю партнера по кровати поменяли ли он вам добавился а ну да а дело в том что предыдущий партнер или он просто вежливый был или просто хорошо спал и он как бы не говорил человеку что он храпит до другой партнер сказал да ты вообще тут как трактор храпишь он сразу побежал доктору что то исправлять то есть никакого такого хищнического инстинкта того что человек храпит или не храпит нет ну и в отношении вот этой теории что значит есть которые хищники не хищники вернее люди которые опасаются хищников это все очень далеко от науки так что в интернете тоже бывает много всякой не сильно проверенной информации